Всем привет, друзья! Безусловно, чтобы создать гармоничный стильный интерьер нужно следовать определенным правилам дизайна. Например, сложно поспорить с такими утверждениями, как подбирайте декор, отталкиваясь от мебели, которая есть в помещении. Или же подбирайте декор последовательно, комната за комнатой. Да и зачем с ними спорить? Это основополагающие правила своего рода дизайнерские аксиомы. Если вы не хотите ударяться в банальности, то этот выпуск для вас. Но есть и такие советы-клише, которые в современном дизайне потеряли свой смысл и которые даже противоречат новым принципам. К сожалению, многие верят, что чем правило старее, тем оно правильнее. Но в мире дизайна эта мысль ошибочна. Сегодня дизайнер интерьеров Анжелика Моргунова расскажет о нескольких самых распространенных клише, которым пора перестать следовать. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить об интерьерах, об их влиянии на нашу жизнь, о том, как сделать счастливее друг друга и, естественно, стать счастливыми самим. И сегодняшняя тема – клише в интерьере. Что такое клише? Ну, скорее всего, вы все знаете, клише в интерьере это то, чего использовать не надо. Сегодня точно это не работает никак и счастье точно вам не принесет. Первое – это люстра, доминирующая люстра. Этот прием используется сейчас очень часто и продолжают его использовать. Тем не менее, свет должен быть разным. Если в интерьере только одна люстра как источник света, то вечером это будет темно, даже если в ней 86 лампочек. Поэтому, пожалуйста, отдельно освещайте картины, отдельно освещайте уголки, в которых вам комфортно, в которых вы отдыхаете, лаунж-зоны, спальные места. И тогда вы увидите, насколько другим станет ваше пространство. Второе клише – это модные диваны. Я это так назову. Когда вы приобретаете этот модный диван, то смотрите на обивку, пожалуйста. Всегда в тренде будет бархатная обивка, всегда будет велюр-вельвет. Всегда, как бы что ни говорили, единственное – избегайте, пожалуйста, расцветок ярких, кричащих, китчевых. Потому что китчи – это такой стиль, к которому мы вернемся еще с вами в будущих передачах, с которым очень-очень-очень трудно подружиться. Но я вас обязательно с ним подружу. Еще одним приемом клише, скажем так, является сочетание, стыковка, допустим, паркетного пола и керамического покрытия. К сожалению моему, хотя я это очень люблю, к сожалению, пространство, в котором используют этот прием, его не зонируют. Им показывают только напольное покрытие, например. А в целом пространство остается им. То есть один и тот же потолок. Редко-редко, очень редко, когда повторяют уровень потолка другой, либо это другой цвет стен, обоев, текстуры, фактуры. То есть в принципе эта стыковка пола, она в дальнейшем сослужит вам не очень хорошую службу. Так как эти покрытия между собой начнут конфликтовать и вам придется менять одно, а возможно и оба этих покрытия. Да, допустимо и можно и очень стильно и красиво использовать контрасты. То есть не просто бежевая керамика, плитка, керамогранит и паркет, ламинат и какая-то доска, схожие по цвету или же они может быть там родственные по каким-то другим особенностям. А пусть это будет контраст, пусть это будет что-то яркое, но об этом обязательно нужно заранее подумать и проконсультироваться с хорошим дизайнером интерьера. Старую мебель не обязательно выкидывать. Как уже говорилось, поскольку ей можно придать свежесть и современный вид с помощью специалистов или самостоятельно. Но вот покупать сейчас комплект мебели в едином оформлении не рекомендуется. Стенки и диванно-кресельная группа, кровать, пара одинаковых тумбочек под нее. Эти интерьерные клише из Советского Союза обезличивают интерьер. Надо попробовать подбирать не то, что навязывает реклама или диктует общепринятые стереотипы, а вещи, которые отражают индивидуальность их обладателя. Тогда роскошная кровать в сочетании с любимыми, комодом бабушки или буфет на современной кухне будут выглядеть современно, необычно и свежо. Любые клише делают интерьер скучным. Порой банальная перестановка мебели или новые обои, способные освежить и дом, и мысли, сделав быт более комфортным. Так зачем же от этого отказываться? Белая кухня. Сегодня дизайнеры все чаще отказываются от подобного решения. На пике популярности оно находилось 10 лет назад. Неужели за это время не придумали ничего более примечательного? Цветные темные фасады, может быть, не так универсальны. Зато таким образом интерьер приобретает собственный характер. Табу на узоры. Да, их сложно выбрать. Комбинировать, например, их. Перестараться в этом деле очень просто. Но почему даже не попытаться сделать обстановку, в которой вам приходится находиться изо дня в день. Более выразительной, а не плоской. Резкий контраст. Это уже не уместно. Надо научиться сочетать полутона, сложные оттенки и тогда все получится по высшему разряду. Клише «белые стены». И снова следует сказать спасибо скандинавскому стилю. Ведь благодаря ему белые стены в российских квартирах стали появляться намного чаще. Главная причина такой востребованности состоит в универсальности. Белые стены являются идеальным фоном для любой мебели и аксессуаров. Хоть ярких, хоть постельных. Кроме того, они визуально расширяют пространство, что особенно актуально для крохотных комнат и помещений, в которых практически не попадает солнечный свет. Отказываться от белостижных стен только потому, что многие люди выбирают их для оформления квартир как минимум странно, а как максимум нерационально. Разве что вы считаете, что белый выглядит слишком стерильно и напоминает оформление больничной палаты. В таком случае можно обратиться к любому другому светлому оттенку, который также, как и белоснежно, сыграет роль отличного фона. Например, серый, бежевый, светло-зеленый, нежно-розовый. Ну, сейчас интересная тема, очень маленькая, опускаем глаза вниз. Это плинтуса. По общепринятым понятиям плинтуса подбираются под цвет пола. И все к этому привыкли, и подбирают под текстуру дерева, смотря из чего я сделан. И причем, сама ширина этого плинтуса составляет, например, 5 сантиметров, ну, 7 сантиметров. Это прекрасно, но если это угол, то он смотрится очень маленьким. И сразу перейду к потолочному. Тоже самое. 5 сантиметров. А еще обыдает мнение, что если высота потолка 2,50, 2,70, 2,80 бытовая наша стандартная квартира, то ни в коем случае больше нельзя. Так вот, пластиковые плинтуса, они давно уже свое отслужили. Пусть это будут какие-то промышленные помещения, где функционал важен и необходим. Во всех остальных случаях я лично рекомендую использовать керамику. Положили вы на пол керамику, сделайте, пожалуйста, сапожок. Если небольшой бюджет, хороший мастер вам вырежет это из той же керамики, из керамической плитки, которая, собственно, укладывается на пол. Если это потолочный плинтус, пожалуйста, используйте сантиметров 10. От 10, скажем так, не бойтесь, что низкий потолок, не бойтесь этого приема. Если там классический интерьер будет лепнина, да, вот это нужно учитывать, потому что массивность помещения может становиться меньше, но это уже тоже работа дизайнера. А так отталкивайтесь от 7 сантиметров напольный плинтус и от 10 сантиметров потолочный плинтус. Забудем про клише, идем в мир современности, в мир красоты и в счастье, конечно. Вы всегда можете разбавить интерьер яркими аксессуарами, интересным кухонным фартуком и оригинальной фурнитурой. Всего несколько деталей, и вот уже комната выглядит не так шаблонно. И самое главное, друзья, помните, что красота таится в деталях.